Церковь построили на деньги и представители, в том числе культурной элиты города Дрездена, в основном русскоговорящих, переехавших из России. Отопление оплатил Рахманинов. Это отопление, оно газовое и оно по сегодняшний день функционирует. Что касается православной общины в Саксонии, это примерно около тысячи человек. Но это не так много, потому что большая часть, мы говорим, саксонцев, это люди, которые относятся к религии совершенно равнодушно, я бы сказала. Но здесь отмечаются праздники и католические, и протестантские в Саксонии. Ну и мы эту церковь сейчас увидим, она будет с правой стороны, в таком типичном новгородско-византийском стиле. Купола уже не первоначальные, потому что самые первые купола, потом, был такой приказ, после Первой мировой войны, их отправить на перепланку. Ну и в этой церкви Достоевские крестили дочь Любон. Они жили в доме, который сейчас уже не сохранился, после бомбардировки здесь много чего изменилось, и даже застройка другая, улица немножко по-другому и так далее. Так, мы с вами в скором времени проедем по улице Петербурга, Штрассе поедем. Эта улица названа в честь того, что Дрезден и Санкт-Петербург это города-побратимы. Это церковь имени Симеона Дивногорца. Там есть иконы, подаренные последней царской семьёй. Певчи этой церкви после войны были на подпевках в Дрезденской опере. И эта русская православная церковь, она подарила копию иконы Андрея Рублёва, Святая Троица, Кафедральному Дрезденскому собору. Мы ещё об этом будем говорить с вами. Премьер-министр Станислав Тирек, министров только 9 человек, 3 из них дамы. Вот эту корону при социализме сняли. И вместо короны здесь был голубь. Но над ним все смеялись, потому что он был похож на курицу. С правой стороны от нас все эти здания — это так называемый правительственный квартал. Здания, которые с левой стороны — это Министерство финансов. Федеральная земля и Саксония, мы его будем объезжать сейчас. И дальше здесь опять, посмотрите вперёд, это всё опять застройка. В основном дома уже построены при социализме. Так вот, с левой стороны — это Минфин, а с правой стороны — музей игрушек. Такое необычное здание с небольшой башенкой, там уже ёлка на балконе. И далее будем проезжать самый известный памятник не только Трездена, но и Саксонии — золотой всадник. С правой стороны — Кюрфюз Саксонский, король польский Август Сильный, скачет по направлению к Польше. Вот этот памятник покрыт золотой амальгамой. Крайняя вредная техника — берётся 8 частей ртути, одна часть золота смешивается и наносится на медь, на медную поверхность. Испаляются ртутные пары, как бы ртуть испаляется, и здесь масса людей отравилась. А Август Сильный, Август Сильный, он оставил завещание. Поскольку он был королём Польши, то его тело похоронено в Кракове, в Польше. А в Дрездене похоронено только его сердце. Так, мы опять возвращаемся в Альштадт, и с правой стороны у реки два очень похожих здания. То первое, которое ближе к нам, — это местный парламент. Парламент федеральной земли Саксония, он называется Лантак. А второе здание — это конгрессовый центр. Здание с красной крышей, между ними это отель. А у реки, правда, отсюда не видно, памятник Пётру Михайловичу Достоевскому, который был открыт в 2006 году Ангелой Меркель и Владимира Бузина. Скульптор Александр Рукавишников. А всё, что мы видим сейчас впереди, это мы всё пешим походом пройдём, и это всё потом посмотрим. Проезжаем, вот мы сейчас заезжаем на эту площадь Театр Пласский. Что вы остановили, да, по кускам? Здесь это всё пройдём пешком потом. И оперный театр с левой стороны от нас. И мы сейчас будем заезжать за этот цвингер за павильон на валу. Дорогие друзья, Вызнанская галерея. Дорогие друзья! Дорогие друзья! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok 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 ДimaTorzok